Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Да, глава комитета Рижской Думы, вопросом жилья и среды, руководитель фракции «Честь» служить Риге Вячеслав Степаненко. У нас сегодня утре. Доброе утро. Да, ну вот что касается среды, наверное, в первую очередь. Это сегодня четверг. Да, да. То, что касается этой темы, последние месяца несколько актуальных вопросов. Вот вырубка деревьев в Мешцамсе, в частности, всколыхнула жителей этого микрорайона Риги в целом. Стало известно о том, что застройщик желает срубить более 40 деревьев, причем довольно-таки внушительного размера и шириной ствола более 20 сантиметров. Я так понимаю, что вот эта величина, она является какой-то критической, вы сейчас об этом расскажете. Ну и вот началось такое противостояние. Я сам просто и был в Мешцамсе, и мои родители там живут, мне этот район знаком. Я видел этих женщин и мужчин, которые собирали подписи. Именно поэтому Лешкевич и лоббировал, можно сказать, ваш приход сегодня утром. Да, но не один. Да, ну вот. Поэтому, ну да, и получила развитие эта тема, уже вы в публичном пространстве заявили, что вы получили более 2000 мнений. Расскажите, какова ситуация на сегодняшний день? Андрей, вы практически рассказали всю канул событий, мне остается только добавить. Ну нет, на самом деле не добавить, я расскажу все, как есть с самого начала, так, чтобы любой незнакомый с этой темой знал больше практически, чем многие из депутатов Рижской Думы. Вырубка, как таковая, не состоялась. Есть заявка застройщика, который планировал строить на земле, которую приобрел у банка Хиппония, свой проект застройка многоквартирными домами внутриквартальной фактической территории, которая до этого принадлежала государству. Государственный банк Хипотек, он из банка в свое время создал дочку Хиппония, которая распродавала активы. И вот этот земельный участок, он долго стоял на продаже, одним из последних банков его реализовал, купила некая эстонская компания. Что касается Думы и работы непосредственно комиссии по сохранению насаждений, которую я возглавляю уже много лет, она рассматривает все заявки. Если поступает заявка о том, что владелец земли желает проводить застройку или копшеносно-луквоз, то есть в целях улучшения внешнего вида этих насаждений, подает заявку на рассмотрение в комиссию, комиссия обязана ее рассматривать вне зависимости от сугубо персонального отношения каждого из членов комиссии к тому или иному проекту. Процедура достаточно стандартная, то есть если это исторический центр города, практически во всех случаях это общественное обсуждение, если это большое количество деревьев, это общественное обсуждение по мере необходимости, по мнению комиссии, большинства комиссии. И среднее количество заявок, которые рассматривает еженедельно эта комиссия, а у нас заседания, они открыты и проходят каждый понедельник в 11 утра в Рижской Думе, это порядка 30-40 заявок каждую неделю. И я обратил внимание на это большое количество деревьев, я прекрасно знаю этот район, я много раз там был, у меня живут там много знакомых, более 40 деревьев на территории, где фактически кроме деревьев ничего-то и нет. Люди привыкли к тому, что у них этот вид за окном не меняется десятками лет, многие из деревьев они посадили собственноручно. И я предложил членам нашей комиссии обязательно устраивать общественное обсуждение, потому что этот вопрос, на мой взгляд, на тот момент будет иметь большой общественный резонанс. И, как оказалось, я не ошибся, чутье меня не подвело, более того, я предложил членам комиссии расширить эту стандартную процедуру, потому что стандартная процедура предусматривает две недели на общественное обсуждение. Это норма, установленная в законе, я сказал, что две недели, сейчас лето, конец учебного года, у людей совсем другие заботы, может быть, люди просто не успеют высказаться, давайте продлим эту процедуру до 17-го числа, то есть удлиниваем фактически на 50%. Сделаем три недели. И более того, чтобы уже совсем быть уверенным в том, что все жители между СМС и окрестностей смогут высказаться, принять участие в этом общественном обсуждении, я подготовил два пресс-релиза о том, что будет начинаться общественное обсуждение, где, какие деревья, где можно принять участие и подать свои подписи. И второе, тогда, когда уже началось общественное обсуждение, я еще один пресс-релиз запустил с напоминанием о том, что до конца этого общественного обсуждения осталось столько-то дней. Как оказалось, это все было сделано не зря, потому что, как сказал Андрей, более двух тысяч заявок, а на самом деле это 2600 жителей высказались на тему того, быть там этим деревьем или не быть. И как они высказались? Хороший вопрос. Естественно, подавляющее большинство жителей сказало, что эти деревья должны остаться, они возражают против их вырубки. Для того, чтобы принимать сейчас решение по конкретному этому проекту, теперь секретарь комиссии, а это всего одна девочка, которая отвечает практически для всю Ригу, и должна прочитать сейчас эти 2600 заявок. То есть обычно бывает как? Одна заявка, 100 подписей. Такое очень часто случается. Здесь более индивидуальный был подход у жителей, каждый пытался высказаться самостоятельно, найти какие-то слова, найти аргументацию, почему он считает, что эти деревья должны там быть. Поэтому объем вот этих материалов, он рекордно большой. До этого в истории работы комиссии на моей памяти было 1500-1400 подписей. Это вот была максимальная планка активности Рижан по тому или иному вопросу. То есть это был рекорд? Здесь практически, это абсолютный рекорд за всю историю этой комиссии. Более 2600 подписей. И что ж у одного человека бедную девочку бросили? Этого бедного несчастного секретаря комиссии примерно до конца лета, а реально смотреть это сентябрь, октябрь, не раньше, она закончит читать эти заявки и их каким-то образом систематизировать. То есть там одна часть говорит о том, что в связи с вырубкой планируется ухудшение экологической ситуации. Нарушится качество воздуха, уменьшится качество жизни, возможно упадет стоимость жилья, потому что вид на сквер и вид на разрытый котлован или работающий кран несколько отличаются. И желая реализовать свою недвижимость, цена тоже варьируется от этого. После того, когда она сделает какую-то таблицу, где будут эти мнения разбиты на группы, учтены, только тогда комиссия сможет приступить к рассмотрению этого вопроса по существу. А у меня сразу вопрос, проверяются ли эти подписи? Нет, здесь не требуется нотариальное заверение, потому что закон не предусматривает в данном случае такую процедуру. Достаточно того, что рижане подписывают, оставляют свой адрес для возможной дальнейшей связи, подтвердить эту информацию. Но такая сложная проверка с нотариальным заверением в данном случае не требуется. Вот эти мнения, вы принимали их электронно, и как они к себе поступали? Я знаю, что было электронно, можно было послать. И в электронном виде, и непосредственно в Бувал Динамо, ТУ-4 можно было оставить, там есть специальная органическая служба, которая этим занимается. Просто активисты, которые там на месте, они собирали эти подписи. Видимо, они в сознании гражданина, так это есть, что мы соберем подписи, и они будут иметь какой-то вес. Они действительно имеют какой-то вес. Просто все время речь идет о мнениях, которые присылали, аргументации. А вот этот список подписей, он вообще работает? Да, естественно. Каким образом он учитывается? Достаточно серьезным образом он учитывается. И об этом я говорил непосредственно жителям Мэш-Сэмпсона о нашей встрече. Мы делали выездное заседание комиссии по сохранению насаждений. Там было порядка более сотни человек пришли. Да, вот как это прошло, кстати, тоже расскажите. Очень конструктивно. Я рассказал о том, какая есть процедура, какие главенствуют мнения, почему эти подписи важны. Всех поблагодарил за то, что они приняли очень деятельное и активное участие, в том числе тем активистам, которые непосредственно занимались сбором подписей. И рассказал истории из практики комиссии, почему эти подписи действительно важны. У нас было несколько нашумевших случаев, когда именно подписи, массовость их, сыграла определяющую и решающую фактически роль в принятии решения по сохранению деревьев. У нас был случай недавний, когда в очень похожей ситуации, только там двор меньше, 15 деревьев были подставлены под знак вопроса в связи с желанием хозяина земли осуществлять свой проект застройки. И там был предыдущий рекорд у нас зафиксирован. Порядка полутора тысяч подписей жители активно собирали их в рождественские фактически каникулы перед Новым годом комиссия тогда принимала решение. Три раза рассматривался этот вопрос, три раза была апелляция председателю Думы, три раза этот вопрос возвращался обратно, нас просили пересмотреть наше решение, а наше решение было сохранить деревья, потому что большинство членов комиссии тогда проголосовало за то, чтобы эти деревья продолжали там расти. Когда три возможности оспаривания были исчерпаны, на четвертый раз комиссия приняла все то же самое решение, не меняя его голосование, варьировалось, кто больше, кто меньше голосовал. Только после этого застройщик уже обратился в административный суд, и сейчас это дело находится на рассмотрении административного суда. Вот 8 июля этого года будет решение первой инстанции. Какое, я не знаю, но я сам лично, как председатель комиссии, принимал участие в заседании суда и защищал точку зрения нашей комиссии о том, что эти деревья должны там оставаться. Ну вот вы про то, как работает система, рассказали, но еще немножко, если поподробнее, вы сказали, что земля, если брать меж, принадлежит банку, да, в данном случае? Принадлежала. А сейчас принадлежит? Сейчас застройщик ее купил, тем известная публичная информация. Рижская дума при этом имеет известный вес, скажем так, и тоже свое слово может по этому поводу сказать. За кем вообще последнее слово, как это работает? То есть, если вот Рижская дума ставит блок на застройку все-таки? Здесь речь не идет о застройке, здесь вот надо строго провести границу между оценкой строительного проекта, что не входит в компетенцию комиссии по сохранению осуждений, и вопрос в образе. Все Рижская дума, я Рижскую дума имею в виду. Но в суде этот нюанс очень важен, потому что, когда ты приходишь защищать свое решение в суде, судья смотрит именно на то, насколько аргументы касались непосредственно экологической части именно деревьев и непосредственно строительного вопроса. Ну, возьмем деревья, да. Вот мы только этот вопрос сейчас обсуждаем. Рижская дума делит этот процесс, вот фактически оценку, да, на вопрос деревьев, на вопрос стройки. Насколько она может повлиять? Рижская дума может, даже несмотря на то, что земля принадлежит застройщику, сказать нет, вырубки не будет. Но если комиссия принимает решение о том, что деревья должны оставаться, расти на том же месте, но фактически этот проект останавливается, как таково. Вот я просто как раз хочу выяснить этот момент, то есть застройщик, покупая эту землю, он ведь рассчитывал начать строительство, а возможно ли вообще какое-либо строительство без вырубки деревьев, которые растут на этом участке? То есть вот здесь ведь парадокс получается, он покупая, он как бы сознательно шел на то, что ему придется вырубать, понимал ли он эти риски, понимал ли он... Что ему придется заниматься такой большой общей историей. Вы сейчас адресовали этот вопрос, который правильнее, наверное, было бы адресовать самому застройщику. Насколько я знаю, опыт показывает, и мы сейчас, я бы предложил абстрагироваться от конкретного этого случая, потому что я думаю, все равно, раньше или позже это закончится административным судом, вот, и чтобы сейчас не создавать возможную базу для второй стороны, для их позиций в суде, я буду говорить абстрактно, исходя из того, какой опыт накопился в работе комиссии. Да я уже даже забыл вопрос. По поводу того, что застройщик покупает, покупает землю. Застройщик консультируется ли с Думой, да, да, можно ли. У Валды очень многие обращаются до того, как начать, в трое право Риге, до того, как начать усиливать свой проект, они делают экспертизу. То есть очень многие обращаются к арбористам. Есть специальные компании, которые оценивают качество растущих там деревьев. Если арборист делает заключение о том, что эти деревья, они имеют особый охраняемый статус, да, если их диаметр там превышает определенные величины, после которых уже начинается не только защита там города, но и государственная защита этих деревьев, то, естественно, любой здравомыслящий предприниматель делает вывод о том, что, ну, вряд ли, скорее всего, получится реализовать тот или иной строительный проект, поскольку эти деревья представляют очень большую и общественную, и экологическую ценность. Вот. Я не знаю, в данном случае проводил ли застройщик или нет такие консультации, потому что Бувалда – это исполнительная структура, а комиссия – это некий симбиоз политическо-исполнительной структуры, поскольку у нас, кроме двух депутатов, которые принимают участие в работе комиссии, работают в основном представители исполнительной структуры. Это стройуправа, это департамент жилья и среды, специалисты, которые в Думе не подвержены каким-то политическим влияниям. А можно ли вообще провести параллели, например, с ситуацией в российском Екатеринбурге, где буквально вот ситуация с вырубкой сквера вызвала возмущение горожан до такой степени, что там практически начались столкновения, там противостояния защитники этого сквера. То есть, вот вопросы экологии, вопросы зеленых насаждений настолько волнуют жителей, ну, это вот такая вот болевая точка, ну, вот можно ли вот сказать… Олег, ну, как вы знаете, параллели можно провести любые, с любым фактом, да, и там, и там речь идет о деревьях, и там, и там речь идет об отношении жителей к качеству своей жизни. Естественно, если тебя волнует какой-то вопрос, ты имеешь право высказываться на эту тему. Здесь только градус вот этих вот отношений и эмоций может отличаться, но идея-то одна и та же. Любой человек претендует на то, чтобы жить в нормальных условиях и видеть за окном деревья, а не работающий кран или разрытый котлован, как я уже говорил ранее. Возможно, я не буду сейчас сравнивать с Екатеринбургом, потому что я, ну, не знаю настолько всех деталей, чтобы быть экспертом в этой области, но я знаю, что да, сейчас у нас жители очень активны, и я, наоборот, их призываю эту активность показывать, потому что чем больше жителей собирают тех же самых подписей в ходе общественного обсуждения, тем легче нам в комиссии отстаивать их точку зрения о том, что эти деревья должны оставаться. Не было бы так, не писал бы я эти, не готовил пресс-релизы, и не призывал бы жителей более активно высказываться. Мы в данном случае на одной стороне баррикад, и жители, и я заинтересован в том, что у нас комиссия называется, комиссия по сохранению насаждений, а не комиссия по вырубке деревьев. Это наша первостепенная задача, сохранить как можно больше насаждений. Опять же, опираясь на наш опыт, и эти истории не были, почему еще важно их проговорить, потому что они были с этой вырубкой, и, скорее всего, они еще будут, это не последняя история, когда хотят вырубать деревья ради строительства. Вот каков ваш прогноз? Главный вопрос, все-таки, удастся ли сохранить деревья. Второй, как это обычно дальше происходит? Обращается ли застройщик в суд? Сколько у вас этих судов уже тянется, если тянется? Вот как по другим делам, может быть? Да, ну, как правило, комиссия – это тоже неоднородная масса, которая встала, взяла под козырек и проголосовала, скажем, так или иначе. Вот что я могу вам гарантировать в том, что демократия в работе комиссии стопроцентная, абсолютная. Нет никакого давления ни на кого. И это показывает результаты голосования по очень многим вопросам. Вот тот же случай на Илукстес, который я вам назвал, мнения комиссии разделились. У нас были голосования, где было 5 на 5. И мой голос как председателя был решающим для того, чтобы эти деревья там сохранились. Очень часто мнения делятся по признаку, представители стройуправы более ратуют за строительные проекты, потому что они их понимают, они с ними работают гораздо чаще. Они больше оценивают это с точки зрения соразмерности экологического ущерба и пользы городу, если там будет реализована какая-то строительная инициатива. В свою очередь представители департамента жилья и среды больше ориентированы на сохранение вот этой зелени, потому что они каждый день работают именно с этим, с насаждениями, с уходом за деревьями. То есть, они как бы более зеленые. И очень часто у нас вот такие вот весы возникают на комиссии, когда каждый пытается перетянуть одеяло на себя. Мое отношение, оно однозначно, я считаю своей обязанностью сохранить как можно больше деревьев. Но у нас что вы думаете? Иногда, я вам скажу, я оказываюсь в меньшинстве, когда там я единственный, или еще я и несколько моих коллег высказались за сохранение деревьев, но большинство сказало нет. Мы считаем, что эти деревья необходимо разрешить к спилу для того, чтобы там была построена какая-нибудь, не знаю, ну больницы сейчас редко строят, да, но какая-нибудь другая строительная инициатива была реализована. Такое, опять-таки, для улучшения жизни. Но вы когда там были, вот у вас было выездное заседание, это уже такой вопрос, понимаю, что вы не строительного управления, но все-таки вот вы оценили, как вам вообще, в принципе, вот идея строительства в этом сквере, он, в принципе, представляется, мне кажется, странным для строительства, потому что он находится зажат между двумя, даже больше, чем двумя, вот этими девятиэтажками брежневскими. И там вот этот проект в центре, насколько это вообще, с точки зрения планировки, чего угодно? Если говорить официальным сухим языком закона, да, то план развития города предусматривает там строительство, иначе бы не было этой заявки как таковой вообще. То есть, если бы там была определена зеленая зона на плане развития города, никакой застройщик, я думаю, эту землю бы в жизни даже и не купил, не рассматривал ее как потенциальное место что-то там развивать. Если говорить конкретно об участку, я пообщался с жителями, вот, я не знаю, насколько, ну, они компетентны в вопросах геологии, но их мнение звучало достаточно обоснованным о том, что исторически это место было с высокими грунтовыми водами, и грунт там гулял, в результате чего за, там, 30 лет, прошедших с момента строительства окрестных домов, да, очень многие из них покрылись трещинами, некоторые дома стоят на таких стяжках, вот, и люди считают, и в принципе это мнение, на мой взгляд, имеет место быть, и довольно обоснованно, что те деревья, которые там растут своей развитой корневой системой, фактически укрепляют и скрепляют все эти окружающие окрестные грунты, что убери эти деревьев и там земля поплывет, и что будет с этими домами, которые уже стоят вокруг, да, это еще большой вопрос, насколько сильно они пострадают, но здесь я это мнение услышал, для меня оно не является определяющим, поскольку для себя я решение как бы принял и сказал об этом людям открыто, вот, на мой голос они могут рассчитывать в любом случае, вот, вопрос сейчас о том, как другие члены комиссии будут рассматривать все вот эти аргументы. Вячеслав, вот, вы сказали, что у вас 30-40 заявок в неделю рассматривается на комиссии, а сколько из них решаются, ну, вот, положительно, сколько отрицательно, вот, если вот говорить о какой-то общей тенденции? Ну, такую статистику мы не ведем, как правило, если есть возможность сохранить деревья, да, это делается, если есть возможность уменьшить количество запрашиваемых к вырубке, это делается, ну, в 100 из 100 случаев, и в данном случае и Бувалда строительного права, ее представители высказываются, что да, вот здесь, допустим, предлагается 7 деревьев вырубить, да, но вот эти 4, они никоим образом не могут пострадать, если, к примеру, чуть-чуть развернуть это здание, и они, как представители Бувалда, они уже видят, какие необходимые изменения необходимо сделать в том или ином проекте, ну, вот, поэтому очень часто эти проекты возвращаются к инициатору с предложением пересмотреть и спланировать, там, коммуникации чуть-чуть по-другому, подъездные пути чуть-чуть по-другому, делается все для того, чтобы максимализировать то количество сохраняемых деревьев в любом проекте. Есть у нас звонок, надените, пожалуйста, наушники. Доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста. Вот уже лет 5, как, я наблюдаю стойкое облысение деревьев, как я это называю, то есть листва становятся на дереве беднее и беднее, а потом дерево засыхает. Это касается как микрорайонов, так и центра города, парков, парков тоже, Крунвальда, парк, Бастайкална. Скажите, пожалуйста, вот кто-то, причем на засуху списать это нельзя, потому что лет 5 я уже это наблюдаю. И это касается деревьев разного возраста и кустарников. Вот скажите, кто-нибудь занимается этими вопросами? Это уже очевидно. Спасибо, поняли вас. Если у вас такой секретарь, подождите минуту, если у вас только секретарь занимается такими вопросами важными, может быть, стоит привлекать студентов биологического факультета Латвийского университета в качестве практики? Спасибо. Да, ну мы сейчас через буквально пару минут еще про барона поговорим, что касается засухи, но все-таки, да, и действительно, у вас ресурса не хватает, почему один человек все-таки должен все лето заниматься рассмотрением этих мнений? Не совсем так. Секретарь занимается конкретной работой, обобщением этих заявок, поданной в ходе общественного обсуждения. То, о чем говорила уважаемая радиослушательница, больше касается непосредственной работы компании «Ригас Мэжи», в чем, видимо, находятся сады, парки и скверы, в частности, вот «Кронмолдопарцы» и то, что называла госпожа в ходе этого звонка. Там много специалистов, там есть профессиональные арбористы, которые знают о всех болезнях каждого дерева, они знают те причины, почему. Мне сложно об этом судить, действительно, потому что по профессии я юрист, и сталкиваюсь с деревьями больше со стороны рассмотрения каждого административного акта, потому что я планирую работу комиссии, это больше административная работа, и мне надо иметь в виду, что в дальнейшем мы, возможно, будем защищать то или иное наше решение в суде. Вот в этом я вижу свою основную задачу. Но в предприятии «Рига Смэжа» работают очень профессиональные люди, и я думаю, что пригласив кого-то из них в эту студию, вы получите достоверный, доскональный и профессиональный ответ. Завершая вот тему вырубки, наверное, у меня такой вопрос, вот то, что касается таких вот историй, как с Мерсенсом, люди часто, они двигают эмоции, то есть они как-то подсознательно против вот таких вот изменений, то есть деревья, были ли те, кто был за то, чтобы строительство было, и каковы были их аргументы? В данном конкретном случае мы все аргументы будем читать, как я уже сказал, не раньше осени, но я знаю, что среди этих 2600 более чем поданных заявок порядка 200 было в пользу того, чтобы эти деревья там вырубать. Я не знаю, какая аргументация была у этих людей, потому что я еще не читал вот этот вот документ. А на поездном заседании не звучали? На поездное заседание те люди, которые там присутствовали, высказывались однозначно категорически против вырубки, то есть, ну, видимо, те 200, они не пришли на то заседание. А вот тоже, ну, еще раз говорю, вы не из строя права, но все-таки, может быть, у вас есть по этому поводу мнение. Вот у нас такой парадокс получается, у нас есть организация FreeRiga, может быть, вам известно, которая занимается, дает вторую жизнь заброшенным зданиям, реализует в них проекты всякие такие общественные, культурные, социальные. И вот мы беседовали, они говорят о том, что старые здания заброшенные, они часто стоят, никому не нужные, при этом новые строятся очень быстро, тоже часто оказываются никому не нужными там по экономическим причинам. Вот как вы смотрите на этот парадокс, что у нас получается очень много заброшенных, которые вынуждены молодые люди как-то вот реанимировать, и в то же время строятся, и вот хотят вырубать, а для кого люди уезжают в любом случае? Ну, здесь вы затронули такой вопрос, рамками одного эфира мы точно не обойдемся, я готов и в дальнейшем с вами с удовольствием встречаться, говорить, на эту тему дискутировать. В первую очередь здесь вопрос о собственности, конкретных этих домов, о которых мы говорим. Город со своей стороны в политическом плане что делает? Метод кнутая пряника. Если владелец здания занимается развитием своей собственности, а именно делает реновацию, согласно проекту, утепляет его, повышает энергоэффективность, делает декоративное освещение стен, то этот владелец земли имеет право рассчитывать на скидки в налоги на недвижимость. Там варьируется величина предоставляемой скидки, но она значительна, вплоть до 90% от кадастровой стоимости, от суммы налога, полагающей согласно этой кадастровой стоимости. Если здание полностью реновировано, утеплено и сделано по проекту еще декоративное освещение этого фасада. В свою очередь, кнут – это повышенная налоговая ставка. Есть у нас комиссия специальная в Рижской Думе, которая оценивает по трем категориям степень, скажем так, недосмотра за этим зданием и его опасности для окружающих. И для таких владельцев, скажем так, нерадивых, которые не заботятся о состоянии своей недвижимости, есть повышенная налоговая ставка. То есть до 3%, не до 3%, а конкретно 3% в год от кадастровой стоимости такой владелец обязан уплатить в бюджет города. Это является стимулирующим методом воздействия на такого человека или компанию. Есть еще более крайние меры. То есть если это здание Грауст, заброшенное здание, представляет опасность для окружающих, для пешеходов, которые мимо него ходят, для машин, для Риги, то принимается на заседании Рижской Думы решение о принудительной или сокартошной, или, соответственно, снос. И такие у нас случаи были, случались многократно. После того, как это здание снесено, участок очистен, ему, этому владельцу, этой недвижимости предоставляется счет за проделанную работу, потому что Рижане тоже не должны платить за то, что нерадивый хозяин не мог обеспечить содержание своей недвижимости. То, что делают ребята, они молодцы, конечно. Единственное, мне интересно с точки зрения, как они пытаются решить этот юридический нюанс, привести в порядок чужое заброшенное здание. Возможно, это может повлечь какие-то дальнейшие юридические последствия для них же самих. Но я думаю, что они знают, чем они занимаются. Если владельцы не против, то выгода обоюдная. Ребята осуществляют красивый, классный проект. Тот же самый собственник избавляется от этого повышенного налогового времени. Такую инициативу можно только поощрять и поддерживать. Давайте про Баррона. Тоже тему последних дней. Что за ситуация там? Тоже она какой-то скандальный раз приобретает эти вазоны, клумбы. Так получилось, что меня журналисты назначили фактически спикером по этому проблемному вопросу. Вот и глава комитета. И сейчас я расскажу о своей скромной исторической роли во всем этом разрекламированном, растиражированном процессе. Как вы помните, года три назад, наверное, улица Баррона получила такую широкую общественную огласку проекта, ее реновации. Да, потому что были большие разночтения во мнениях у многих групп Рижан о том, каким видеть улицу Баррона, как надо ее осуществлять, какую булыжник, какую плитку надо выкладывать, каким узором. Велодорожки и так далее. Да, делать ли там велодорожку, которая, на мой взгляд, как автомобилисты, довольно-таки неудобная. Потому что ты не понимаешь, на самом деле, где твоя полоса заканчивается. Потому что это не велодорожка. Да, машина у меня, как и у любого другого автовладельца, шире, чем та проезжая часть, которую оставили для нас бедных автовладельцев на этой конкретной улице. Я могу завидовать только велосипедистам, потому что для них, конечно, создали очень удачные, очень удобные условия. Но проехать на машине так, чтобы не заехать на трамвайные пути или не двигать кого-то из велосипедистов, практически невозможно. Ну, ладно. Вы помните, да, это был большой проект, который двигал Сатексмыс Департамент, Департамент Транспорта. Какие-то миллионы назывались, которые город вложил в реконструкцию этой улицы. Где был комитет жилья и среды? Наше мнение на тот момент никого не интересовало, по большому счету. Мы, как комитет, видели, что происходит у наших коллег в транспортной сфере. И очень за них были рады, что они, на их взгляд, улучшают город самым возможным лучшим образом. Когда появился комитет жилья и среды во всей этой истории? Очень просто. После того, как эта инициатива была реализована, оказалось, что там порядка 90 вазонов, которые архитектор красиво нарисовал на проекте, которые должны радовать рижан. Три раза в год эта экспозиция должна меняться. Но один маленький нюанс. На каком-то этапе, господа, забыли о том, что купив машину, ты должен ее еще и заправлять. И это все требует денег. Вот ты, как автовладелец... А господа, это вы о своих коллегах, получается, говорите? Мои коллеги, да. Я не могу назвать конкретно кого-то ответственного, кто принял или не принял то или иное решение. Кто возглавлял департамент, там же целая история была. Нынешний директор департамента тогда из-за Кришна Барна уходил или его уходили в отставку. Сейчас он вернулся. Но этот вопрос вы ему задайте. Вопрос-то в другом, да. Вот фактически машину купили, а ее текущих накладных расходов, которые в любой такой эксплуатации возникают, ну, как-то не подумалось. И каждый год, а таких лет было три, наш департамент, на которое легла эта священная теперь обязанность заботиться о вновь построенных в озонах, клумбах и насаждениях, обращался в комитет. Пожалуйста, предоставьте финансирование согласно смете, которая составляет столько-то тысяч на текущий финансовый год. Этот год у нас был 17-й, этот год у нас был 18-й. И нынешний 19-й год все было по той же самой отработанной схеме. Департамент обращается в комитет, депутаты комитета рассматривают эту заявку, предоставляют финансирование, и в дальнейшем департамент на эти предоставленные средства осуществляет тот комплекс работ. И, видимо, хорошо, потому что о в озонах ни в 18-м году, ни в 17-м году никто никаких претензий нет. Но вот пришел год 19-й, и комитет по традиции в феврале, я не помню, 27-го или 28-го февраля, получил заявку у департамента на обслуживание в озонов на улице Барана. Всех насаждений. Там три вида насаждений. В озонах кусты, которые растут в грунте, и деревья, которые растут в грунте. Вот на всю эту заявку департамент прислал смету, составляет столько-то, столько-то, пожалуйста, одобрите. Комитет посмотрел, да. А денег нет. Нет, 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 это не так. Комитет посмотрел, сказал, да, естественно, вполне логичная смета, да, мы одобряем. И все, комитет свою работу на этом закончил. Он рассмотрел заявку и 100% на ее одобрил. Что произошло дальше? А дальше эта заявка, как и сотни других заявок от других комитетов, от других департаментов, идет в финансовый департамент. Это такой своеобразный фильтр. То есть, это финансисты, которые знают на самом деле, сколько денег у Думы есть, и как, по их мнению, эти деньги должны перераспределиться. Потому что они, в конце концов, отвечают за финансовое состояние города. Правда, если приходит, скажем, заявок на миллиард сто, а в бюджете есть миллиард, то вот эти сто миллионов, да, они и урезаются. И вы попали под эти стенды. Да, в данном конкретном случае это был один из тех десятков проектов, которые были зачеркнуты, потому что город посчитал, что есть более приоритетные области, куда необходимы эти деньги тратить. Правильно я понимаю, что приоритетные области это, в первую очередь, Рига Сатексма и все, что связано за последний год с ними. Ну, наверное, да, потому что Рига Сатексма это своего рода, ну ладно, не буду эпитеты здесь говорить, да, потому что, ну, это сложный, действительно, сложный случай. Честно говоря, сейчас, в принципе, существование этого предприятия, ну, как мы знаем из прессы, по крайней мере, да, стоит под большим вопросом, потому что очень многие банки сейчас ведут очень сложные переговоры с правлением, ну, вот там был проведен конкурс, я знаю, что будет новый совет у этого предприятия, очень надеюсь, что он не будет политизирован, что он попытается максимальную пользу принести, но лучше вам, опять же, этот вопрос адресовать непосредственным специалистам этой области. По поводу Барна, если коротко, у нас очень время вот уходит, чем это заканчивается, активисты просто вышли на улицу, вынесли свои клумбы, как это все разрешить? Да, 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 и сейчас, да, и сейчас летом приходит департамент на комитет и говорит, ребята, у нас проблема, какая проблема, ну, у нас, в общем-то, денег нет, мы говорим, как нет, ребят, мы же вам предоставили, вот, смотрите, вот протокол заседания 27-го, там, 28-го февраля, ну, да, но в большом бюджете денег на это оно не оказалось, вот сейчас мы столкнулись с реальной проблемой. Деньги на содержание деревьев есть, деньги на содержание кустов есть, а на 90 с чем-то вазонов, да, которые там стояли, нет, ну, вот, и там те насаждения, которые весной посажены, их надо пересаживать, потому что сейчас, во-первых, там другой сезон, там должна быть сезон из три раз меняться, вот, и у нас физически, говорит, нет денег на то, чтобы за ними ухаживать. Вот, и, окей, а что вы предлагаете? Ну, мы предлагаем тогда пересадить, чтобы они не пропали, потому что, ну, люди жалуются, там, с леечками ходят, большое им за это спасибо, вот, пользуясь случаем. Мы предлагаем пересадить, сохранить вот эти насаждения, чтобы они не пропали, пересадить в скверы и парки, в которые находятся в ведении Рига с мэджи, вот, потому что другого выхода мы не видим. Или срочное предоставление финансирования, да, а денег, в общем-то, нет, как сказали финансисты, да, это не раньше осени, когда будут поправки к бюджету, очередные рассматриваться, до осени там будет выжженная земля, вот, то есть эти насаждения просто погибнут, вот, ну, их предложение было, и оно прозвучало на комитете, пересадить насаждения в скверы и парки, в озоны никуда не пропадут, кроме улицы Барона, в городе еще масса проектов, где можно их применять, чтобы эти в озоны просто не пропали, в свое время город потратил деньги, должно оставаться в хозяйстве. Депутаты заслушали, единогласно, позиция и оппозиция, все как один сказали, да, ну, это лучшее из худших решений, которые можно принять, и надо его принимать оперативно, то есть, да, действуйте, договоритесь с Рига, с Дарзен парки, пересадите, и вот вчера мне прислали фотографию Рига, с Дарзен парки, непосредственно те все насаждения, которые росли по в озонам, сейчас концентрировано пересажены, вот. А где сейчас они? Я могу фотографию показать, а не адрес мне не прислали. А в этом жители могут обратиться, я так понимаю, в Рижскую думу и взять на себя ответственность за в озоны, это произошло в одном случае, да, когда кафе будет самостоятельно поливать какой-то... Кафе написало мело на самих в озонах, что они гарантируют качество и возможность этих насаждений, Рига с Мэжи вместе с департаментом решили там три в озона оставить. Всего на данный момент на улице Барона осталось девять в озонов, один в районе там винного магазина, Барона 52, по-моему, да, два в озона стоят, два стоят на перекрестке Перновас и Барона, три стоят у кафе, которое вы назвали. Так, и где у нас еще? Еще два, вот, точно. Они останутся. Да, да, они останутся, и более того, ну, в городе не звери, и мы такие же люди, такие же рижане. Вот, если есть желание у кого-то действительно с этими в озонами взять на себя ответственность, то, единственное, что форма сейчас пока еще не определена, потому что, окей, сегодня у тебя есть желание, завтра ты уехал в отпуск, да, не пришел, не палил, насаждения пропали. Вот, если каким-то образом мы можем в цивилизованную форму это облечь, почему бы нет? Более того, я считаю, что, ну, такая практика во многих городах работает. Там, допустим, в той же Америке ты едешь по дороге, да, там, adopt highway, да, адаптируй шоссе, вот, то есть, жителям предлагают брать участок дороги, ты за него ответственен, ты даже его убираешь, ты чистишь мусор по окраинам, за это ты имеешь возможность, к примеру, там, разместить свой рекламный стенд. Это обоюдо выгодно для всех, и для жителей, и для коммунальных служб. Они перекладывают часть ответственности на жителей, да, жители получают какой-то фидбэк, обратную связь, размещая свои рекламные материалы. Почему бы не сделать в данном случае то же самое? Вот, адаптируй клумбу, да, и там будет, да, размещена твоя реклама. Более того, можно провести конкурсы. Самые вкусные кончики там в этом кафе. Да, 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 да. Кто лучше позаботился там топ-3 насаждений улицы Барна? Вы можете использовать это. Я думаю, что мы к этому придем. Я думаю, что в следующем году мы, скорее всего, с этой инициативой в начале сезона выйдем. Я думаю, что сейчас это делать уже бессмысленно, потому что поезд ушел, да, эти насаждения пересадили. То, что осталось, останется, скорее всего, и будет за ними уход надлежащий. Но в следующем году, я думаю, надо делать эту инициативу. Да, но остается у нас совсем много времени. Я думаю, может быть, мы еще не забудем о том, что вы возглавляете фракцию «Честь служит Риге», и некоторые политические вопросы под конец затронем. Да, вроде, конечно, удовольствия. Ну, вот все, что происходит в Рижской Думе, и как вы это видите, то есть сейчас вот такой раскол вообще там была вот буквально вчера и новая фракция образовалась из вот этих фракций. Они уже образовались, да? Да, да. И в трех депутатов. У них там какая-то пресс-конференция запланирована. Уже было объявлено, что фракция создается из трех депутатов. И кроме того, эта четверка, которая от согласия откололась, вы публично заявляли, вы высказывали мнение, что они поддержат коалицию, но вот голосование по Турдусу показало, что это не так. Я посмотрел, да, эту новость я у себя на Фейсбуке 1 июня разместил, но, как показала практика, 20 дней прошло, это мнение поменялось. Сейчас довольно сложный момент в работе Рижской Думы, потому что фактически счетчик включен, счетчик тикает. Два месяца. Да, 20 августа. Это та черта, если мы его встречаем без мэра, соответственно, это уже путь прямой к распуску этого созыва Рижской Думы, который официально, в принципе, мог бы работать до фактически конца июня 2021 года. Мы сейчас ровно посередине. 22 июня нынешнего года было два года с момента первого заседания. Ну, сегодня оппозиция пытается выдвигать своего кандидата, получится у них или нет. В любом случае, по закону, любой из 60 работающих избранных депутатов имеет право баллотироваться на пост мэра города. Сейчас это место вакантное, ну, как говорится, победит сильнейший или тот, кто сможет убедить своих коллег в том, что у него есть какое-то мнение по тем вопросам, которые накопились, которые сейчас необходимо решать в срочном порядке. И здесь ведь речь не идет о том, проголосовать там за Васю Пупкина, да, или там Яниса Берзиньша. Речь идет о том, сможет ли это лицо конкретное предоставить коллегам план того, как мы будем разруливать все эти проблемы, которые вот ни для кого не секрет. У нас большая проблема с Рига с нам, у Парвел Днекс, да, это, наверное, любой рижанин, который сталкивался с работой, имеет свое мнение, и это мнение вряд ли будет позитивным. Там требуются очень большие реформы, возможно, вообще приватизация этого предприятия, вот, потому что, ну, 90, наверное, процентов проблем касается непосредственно работы коммунальной этой службы. Вопрос Рига с Атексом, да, это такая, ну, небольшая черная дыра, которая засасывает все возможные средства, и потом вот возникают такие улицы Барона, да, с вазонами, которым не хватило денег на поливку. Но пока претендент на пост мэра не сможет дать четкие и внятные ответы, каким образом он считает возможно решить эти проблемы, ну, вот до тех пор и будет происходить вот такое вот брожение и неопределенность, потому что без ответов на эти вопросы нет смысла вообще браться за эту тяжелую работу. Это сейчас не парадная должность, когда ты с красивой золотой цепью ходишь и перерезаешь ленточки. Да, и портрет свой. Да, сейчас это должность кресла с кнопками, вот, хочешь садись, но знай, что тебе предстоит решить вот этот список. Спасибо, Вячеслав. Спасибо. У нас закончилось время. Глава комитета Рижской думы по вопросам жилея среды и глава фракции «Честь служить Риге» Вячеслав Степаненко был в нашем утре. Спасибо вам.